Шестой Северный гражданский конгресс собрал в актовом зале Высшей школы экономики, управления и права САФУ делегации общественников со всех муниципальных образований области. Объединение активистов регистрируется сейчас не только в городах, но даже в маленьких селах Архангельской области. На сегодня их более 1600. Задачи, которые решают НКО, самые разные. Поддержка инвалидов, ветеранские проекты, благоустройство, творческие инициативы, патриотизм. На реализацию проектов некоммерческих организаций только в 2016 году региональный бюджет направил 7 миллионов рублей. Еще 2,5 на поддержку их инициатив в муниципалитетах. Цель 6-го гражданского конгресса в течение двух дней на разных тематических площадках обучить общественников работать по-новому, переходить от программ к системному финансированию и осваивать для этого сферу социальных услуг. 204 субсидии на приобретение жилья получили в этом году молодые семьи Архангельской области. О проблемах растущих ячеек общества говорили на форуме клубов молодых семей. Власть, общественники и молодежь попытались наметить курс совместной работы на будущий год. В Архангельской области мы проводили социологическое исследование среди молодежи в стандартной категории от 14 до 30 лет. Об основных проблемах, которые волнуют, разумеется, и на самом деле тенденция ежегодно мы видим ситуацию, когда на первую ступеньку молодежь ставят проблемы с трудоустройством, на вторую с жильем, но третья всегда будет досок. Одной из самых удачных форм работы с семьями участники форума однозначно признали клубы молодой семьи. На сегодняшний день в регионе их около 70. Наверное, если спрос есть, то есть люди приходят в эти клубы, значит они кому-то нужны. Так же, как звезды, если их зажигают, значит они кому-то нужны. Просто у нас же представлены разные направления этих клубов. Кто-то занимается психологической поддержкой, кто-то занимается, как мы, творчеством. То есть кто в чем разбирается, тот тем пытается помочь. Свои пожелания на будущий год участники форума закрепили в резолюции, которую направят в том числе в адрес регионального правительства. Кировский аэропорт Победилово открывает новое направление в Архангельск. Полеты будут осуществляться раз в неделю по понедельникам на воздушных судах вместимостью 17 пассажиров. Вылет из Кирова в Архангельск в 12.10, вылет из Архангельска в Киров в 7 часов 50 минут. Время в пути составит 3 часа. Прямого авиасообщения Архангельск-Киров не было более 20 лет. Сегодня в концертном зале Архангельского Муз-Колледжа будут названы победительницы ежегодного областного конкурса «Женщина года». В нем принимают участие 60 северянок из 20 муниципальных образований. Они выступают в четырех номинациях. Тепло материнского сердца, лидер общественного движения, женщина-хранительница северных традиций. Самая многочисленная номинация «Женщина и профессия». В ней заявлена 21 участница. И о погоде. Сегодня пасмурно. Ожидается небольшой снег. Температура воздуха минус 9 градусов. К вечеру потеплеет до минус 7. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду.